Мы расписываем выезды. Обычно время выезда, начало мероприятия, место мероприятия, его суть, корреспондент, оператор, водитель. Насыщенный график, четкое планирование и слаженная команда – это телевидение. Ученики 14-й гимназии на экскурсии в редакции ОТВ пришли не из праздного любопытства, а перенять опыт для школьного медиа-центра. Часть всего мы освещаем мероприятия, особенно с момента, как у нас открылся новый корпус. У нас стали проводиться региональные семинары, какие-то мероприятия, собрания. Ну и как пресс-служба мы приходим туда, снимаем процесс и потом выкладываем пост в социальной сети ВКонтакте. Как найти тему, написать закадровый текст и остаться довольным своей работой? Ученики гимназии узнали от корреспондентов ОТВ. Самые смелые успели попробовать себя в роли интервьюера. Сколько вы лет занимались гонболом? Гонболом я занималась всю свою сознательную жизнь. 14 лет. 14, я играла профессионально. Кажется, чего стоит смонтировать сюжет в новости? Его стандартная продолжительность – 2,5 минуты. Но чтобы зрители узнали о событии, нужно доехать до места съемки. Час-полтора потратить на сбор информации и запись видео. Потом отсмотреть снятый материал, написать текст, озвучить. И это еще не все. Впереди монтаж. В среднем двух-трехминутный сюжет где-то около 40 минут, около часа занимает монтаж, чтобы хорошо так вылезать. Если сюжет сложный, то сложно снято, сложно, сценарий довольно сложный, то, конечно, больше. Главное в конце – студийный павильон. Дмитрий сел в кадр одним из первых. Оказалось, что работа с суфлюром только со стороны выглядит легкой. Знает все о родном крае. Исследовал каждый его уголок. А в свободное время занимается необычным увлечением. От поиска темы до выпуска в эфир. Ученики гимназии прошли весь телевизионный путь. Теперь им осталось применить полученные знания на практике в своем медиа-центре. Виктория Максимова, Екатерина Лопатина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Максимова, Екатерина Ломоносов, телекомпания «Одинцова» и телекомпания «Одинцова» и телекомпания «Одинцова».